Представьте, что вы снимаете свое кино и вам нужно выбрать актрису на роль забавной молоденькой толстушки. Кого бы вы пригласили? Думаю, у большинства из вас в голове возникла одна и та же картинка. Знаменитая голливудская актриса плюс сайз Ребел Уилсон. Но спешим вас огорчить. С недавних пор эта прекрасная дама больше не сможет радовать нас комедийными ролями простушек с лишним весом. За последнее время 43-летняя Ребел преобразилась до неузнаваемости и превратилась из грузной пышечки в роковую женщину. В сегодняшнем видео мы расскажем, что сподвигло самую известную пухляшку Голливуда сменить образ, приносивший ей миллионы. Как она добилась таких выдающихся результатов и чего ей это стоило? Согласитесь, в повседневной жизни избыточный вес вряд ли можно назвать преимуществом. И речь сейчас не про внешний вид, а про здоровье и нормальное функционирование организма. Однако в мире глянцевых журналов, красных дорожек, кастингов и съемок, внешность, отличающая тебя от большинства, может оказаться серьезным плюсом. Невообразимое количество красоток из года в год приезжают покорять Голливуд в надежде получить роль пленительной сердцеедки и женщины на миллион. Конечно, шанс стать той, у кого это действительно получится, почти равен нулю. А вот на роль неказистой дурнушки претенденток, естественно, поменьше. Поэтому Рэббл со своей пышной комплектацией и выдающейся самоиронией быстро завоевала любовь зрителей и режиссеров. Долгие годы увесистый образ Рэббл обеспечивал ей участие в различных юмористических проектах и комедиях. Поэтому она не то что не стеснялась своей полноты, а наоборот, подчеркивала ее веселыми шутками и не самыми удачными нарядами. Но в один момент, когда вес актрисы составлял целых 132 килограмма, она решила прервать эту череду пузатого успеха и, наконец-то, похудеть. Кто-то говорит, что причина тому – сильное желание Рэббл стать мамой, ведь для успешного протекания беременности девушке необходимо было сбросить вес. Другие источники утверждают, что знаменитость обзавелась целью привести тело в форму только ради собственного здоровья. А кто-то поговаривает, что пойти на такой отчаянный шаг Уилсон сподвиг роман с миллиардером Джейкобом Бушем, с которым их дороги в конце концов разошлись. Как бы то ни было, уже спустя год после того, как Рэббл поделилась планами о похудении в соцсетях, результаты ее трудов стали заметны всем. Что ж, давайте узнаем, какой путь прошла наша полнотелая любимица, чтобы превратиться в знойную стройняшку. Сначала актриса прибегла к тому, с чего начинает почти каждый, решивший сбросить вес человек, исключила из рациона жирную и сладкую пищу и увеличила физическую активность. Но такой метод не приносил Рэббл желаемых результатов. Вес практически стоял на месте, поэтому она решила обратиться за помощью к профессионалам. И посетила оздоровительный центр Майера в Австрии. А если ты хочешь обзавестись фигурой мечты с поддержкой профессиональных фитнес-инструкторов, то вовсе не обязательно покупать билеты в Австрию. Самое время зайти на fitstars.ru. Только там ты сможешь заниматься из любой точки мира в удобное для тебя время с лучшими тренерами в мире спорта. А индивидуальный подход поможет тебе достичь нужного результата – похудеть, набрать массу или же обзавестись рельефным прессом и тонкой талией. Переходи по ссылке в описании и начни создавать свое идеальное тело легко и позитивно. Продолжаем говорить о прекрасной Ребел. И первое, что ей посоветовали в клинике – это поголодать. Но не пугайтесь, речь не о марении себя голодом во имя быстрого и низкокачественного сброса веса. Дело в том, что за годы жизни с неправильным рационом и перееданиями организм актрисы утратил навык здорового переваривания пищи. А ее мозг уже не различал, когда девушка действительно голодна, а когда хочет заесть скуку или тоску. Чтобы привести метаболизм в норму, Уилсон неделю питалась только жидкостями – водой, чаем, бульонами, без соли и специй. В это же время с ней работал психолог, чтобы искоренить нездоровый подход к еде. Вторую неделю комедийная красотка питалась только отварной пищей, ведь с голодания нельзя резко переходить на привычную еду. Иначе вес вернется, того и гляди в двойном размере. Следующим этапом стал некий чистый рацион – альтернатива такому неприятному всем слову, как диета. Доктор Майер, под чьим руководством находилась Ребл, считает, что приводить тело в форму нужно без спешки и напрягов, прислушиваясь к своему самочувствию. Ведь так вероятность сорваться и все забросить уменьшается в разы. Поэтому с методом Майера Ребл может позволить себе есть практически все, что ей захочется, за исключением добавленного сахара, кофе, алкоголя, газировок и продуктов с большим содержанием лактозы. Но есть несколько важных секретов, которые мы сейчас вам расскажем. Во-первых, Ребл следит за количеством калорий – не больше полутора тысяч в день. Во-вторых, она никогда не перекусывает в течение дня, оставляя только три полноценных приема пищи. В-третьих, садясь за стол, она убирает все отвлекающие мозг факторы – телефон, телевизор, радио и даже книги. Ух, звучит как пытка, согласитесь? Ставь лайк, если тоже любишь смотреть видосики, пока кушаешь. И четвертый, пожалуй, самый странный секрет – пережевывать каждый кусочек пищи по 40, а то и 60 раз. Ну, что поделать, красота требует жертв, и, как мы видим, в случае с нашей героиней игра стоила свеч. Сегодня Ребл весит уже меньше 75 килограммов, а это, на секундочку, почти половина от максимального веса актрисы. Благодаря этим методам изменилась не только Ребл, но и ее пищевые привычки. Девушка говорит, что раньше съедала по 3000 калорий в день, но все равно постоянно была голодной. А сейчас чувствует насыщение еще долгое время после приема пищи. Дело в том, что несколько лет назад ее рацион состоял по большей части из быстрых углеводов, которые, конечно же, усваиваются организмом за считанные минуты, и вскоре снова наступает голод. Нынешняя Уилсон куда более избирательна к продуктам. Она старается есть больше белка и овощей, благодаря чему дольше остается сытой. Но не стоит забывать, что тыква никогда бы не превратилась в карету без волшебной палочки под названием спорт. Сбросить почти 60 килограммов – задача нелегкая, а уж про поддержание кожи в хорошем состоянии после таких метаморфоз я вообще молчу. Так что давайте узнаем, какие физические нагрузки помогли Рэббелл прийти в форму. Стоит отдать должное нашей экс-пампушке, тренируется она по часу в день, 7 раз в неделю, а помимо этого проходит 10 тысяч шагов ежедневно. Я только представляю это и уже устаю. Но Уилсон настроена оптимистично и утверждает, что получает от спорта большое удовольствие. Она занимается под руководством фитнес-тренера Джоно Кастано, который составляет для нее индивидуальные высокоинтенсивные тренировки, сочетающие короткие интенсивные нагрузки с небольшим отдыхом, например 30 секунд бега, 15 секунд ходьбы и так по кругу. Актриса выполняет приседания, выпады, жим от плечей и упражнения на бицепсы и пресс. И даже на этом ее активность не заканчивается. В свободное время Рэббелл любит серфить, ходить в горы, заниматься танцами и боксом. А недавно звезда поделилась с подписчиками фотографиями так называемой тренировки в зоопарке, на которых она делает приседания с милым зверьком-вомботом на руках. В дополнение ко всему этому Уилсон регулярно посещает массажиста, косметолога и даже сомнолога, специалиста по коррекции сна, который помогает ей восстановить здоровый режим. Вот это я понимаю, комплексный подход. Что ж, мы узнали, какой путь проделала звезда комедийных фильмов, чтобы добиться стройности. А теперь поговорим о том, как это повлияло на ее карьеру. Актриса призналась, что у нее был запрет на похудение, прописанный в контракте со студией Universal. «Я ждала, когда съемки фильма «Идеальный голос» закончатся. Я не могла сильно похудеть, потому что у меня был запрет по контракту. Я могла сбросить не более 10 фунтов. 4,5 килограммов». При этом Рэббелл добавила, что ей нравилось играть толстушек, но вот лишние килограммы сброшены, а к старым ролям уже не вернуться. Голливудским режиссерам приходится судорожно искать новых булочек, которые завоюют сердца зрителей. Рэббелл же нацелена на более серьезные роли. В 2022 году ей удалось сняться в драматическом независимом кино «Миндали. Морской конек», однако эта работа не получила успех в прокате. Будут ли у нашей обаятельной красавицы еще золотые роли, или вместе с килограммами ушла и ее популярность, и изюминка? Как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Посмотрели бы вы тяжелую драму или серьезный боевик с Рэббелл Уилсон в главной роли? Мы же считаем, что здоровье должно быть важнее карьеры. А значит, наша героиня сделала все правильно и заслуживает большого респекта. Ставьте лайк, Рэббелл, за проделанную работу и нам, за то, что поведали о ней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова